Сегодня я представляю вам аппарат, который всем аппаратам аппарат. Это гироскутер Wind Rover. Все знают уже, все видели Segway. Они появились вообще в начале этого тысячелетия. Это по сути из той же самой линейки. Только раньше их выпускала только фирма Segway. Теперь их выпускают еще и другие. Он оснащен у нас двумя бесконтактными электродвигателями, которые встроены в каждом колесе. Мощностью 1 кВт. Приличная мощность. Вполне себе сравнимая с какими-то транспортными средствами на бензине. Колеса говорят о том, что это аппарат, на котором можно пытаться проходить нехоженными тропами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иногда люди смотрят со стороны, спрашивают, а как он, собственно говоря, подчиняется. Управляется он просто. Примерно так же, как управляется что-то джойстиком. Это, по сути, вот это вот и является джойстиком этого аппарата. Когда вы становитесь на платформу, включается гироскоп, который поддерживает горизонтальный уровень нахождения. Поэтому вы не падаете. Вот я балансирую чуть-чуть. Вот он поддерживает эту балансировку. Для того, чтобы ехать вперед, мне надо чуть-чуть наклонить ручку вперед. Для того, чтобы назад, мне надо эту ручку отклонить назад. Чтобы повернуть направо, я должен вот так склонить эту ручку направо. Чтобы налево, соответственно, вот он поворачивает налево. Можно делать полное вращение, круговое на нем. Вот такое. Я делаю это медленно, потому что сзади меня обрыв, за которым вода оплавать этот аппарат пока еще не умеет. Пока еще он не столь совершенен, чтобы он был еще и амфибий. Ну, вот первое ощущение от него связано с тем, что хочется, конечно, пришпорить его побыстрее. Но с этим искушением, особенно поначалу, я бы рекомендовал бороться. То есть преодолевать искушение в первый же день, пытаться развить на нем предельную скорость. Надо отработать все рефлексы управления, потому что здесь есть свои нюансы. Вот что для меня было сложным, да, вот не стать на него и поехать по прямой, это без проблем получилось. Немножко сложно с ним, с управлением этого аппарата поначалу, вот в самом начале, осуществлять повороты. Потому что они, когда ты берешь вот такой руль, то срабатывает такой симптом, ну, как бы, синдром велосипедиста. Ты хочешь этим рулем вот так рулить. А рулиться здесь не так. Помимо всего прочего, через брелок, которым он комплектуется, мы можем включать или отключать имеющиеся в нем дополнительные функции. Значит, помимо сторожевой функции, блокировка и сигнализацию, которые можно подключить, есть еще включение, ограничение по скорости. Один скоростной режим ограничивается 8 километрами в час. Другой режим ограничивается скоростью 18 километров в час. И я думаю правильно, что такая функция у него существует. Потому что, когда человек вот только на него становится, лучше всего все-таки эту функцию включить. Ну, чтобы он вас не понес, как необъезженная лошадь. Лошадь, вот, я думаю, что это правильное сравнение вообще с ним. Ну, вот, друзья мои, вы стали очевидцами реального тест-драйва. Не тогда, когда вообще все хорошо, все замечательно. А вот тогда, когда вдруг, сегодня я уже упал на нем в третий раз. В третий. Вся штука в том, что я слишком шустро, слишком быстро хотел одолеть вот этот вот подъем. После этого двигатель у него отключается. И надо его при помощи ключа включать снова. И теперь можно следовать на нем опять вперед. Добираемся до препятствия. Значит, можно попробовать по этим направляющим попробовать съехать. А можно, конечно, и не делать этого. Вот. Если бы я на нем, конечно, уже какую-то сноровку обрел, то, наверное, я бы это и сделал. А сейчас я все-таки спешусь и скачу его руками. Есть режим автобалансировки. Вот я убрал эту подножку. Теперь я включаю. Нажимаю на кнопку 2. И вот, вот смотрите, видите, да? Он сам поддерживает баланс. Никуда не едет. Я стою не на идеальной горизонтальной поверхности, а на склоне чуть-чуть. Но, тем не менее, вот он стоит, он никуда не уезжает. Вот я, если мне надо, вот я чуть-чуть делаю, и он начинает катиться вперед. Я чуть-чуть, только ручку, и он начинает ехать. Так, едет назад. Вот легко он развернулся. Может оказаться ситуация, при которой вам надо подняться, ну, как бы, одолеть крутой подъем какой-то. На нем вот такой крутой подъем, как здесь, одолеть вряд ли возможно. Но, возможно зато подняться вместе с ним. И он будет, как покорная лошадь, следовать за вами. Ну, вот смотрите, как это делается. Вот, собственно, и все. Легко, можно сказать, легко играющий шутя поднялся. А представить, что если бы этой функции не было, у этого скутера, да, я думаю, что это бы у меня вряд ли получилось так прыгка, во всяком случае. 46 килограмм, это 46 килограмм. 46 килограмм. Дисплей находится здесь, его разместили на этой платформе. Это, конечно, несколько странно. То, что этот цветной красивый дисплей размещен у ваших ног. Ну, с одной стороны, что на него смотреть, когда вы едете, лучше всего смотреть вперед. Но, с другой стороны, тогда непонятно, зачем на него вводить показания скорости. Кто показывает он скорость, а кто ее будет рассматривать? Если вы ее будете рассматривать, тогда есть шанс, что вы пропустите что-то более важное. То, что у вас будет впереди. Дерево, например, или столбик. Ну, в общем, вот такая особенность. Из приятного хочется отметить еще вот что. В этом конкретном случае прилагается в качестве бонуса вот эта сумочка, в которую можно положить всякие необходимые вещи. Прилагается вот этот шлем. Прилагаются наколенники и налокотники, которые я не стал надевать по причине слишком большой, видимо, мускулатуры. На меня они не помещаются. Ну, вот в комплекте они, в бонусном комплекте, они имеются. В комплект, разумеется, входит зарядное устройство. Вот как отдельный такой блок. Обычный, стандартный, как на все устройства. Но, вот мне бы лично было бы гораздо приятнее, если бы это устройство не было отдельным блоком. Ведь все равно использовать его, кроме как для этого скутера, нельзя. И, на мой взгляд, было бы гораздо удобнее, если бы это устройство было вмонтировано в эту достаточно мощную, большую платформу. Это не сильно увеличило бы его вес. Ну, на фоне 46 килограмм прибавить еще там 500 грамм. Зато это было бы удобно. Продолжение следует...